Попадая сюда, я словно попадал в другой город. То есть, ходя по улицам, не встретишь таких видов, таких пейзажей, такой атмосферы, как здесь. Сегодня без фотоаппарата налегке. Евгений Кученев рассказывает о любимых местах города. Парнаульская спичка – знаковая для фотографа. Больше 10 лет назад он забрел сюда случайно. И не зря старинное здание разбудило в Евгении страсть к историческим местам. – Отсюда начинался город. То есть, в 18 веке, получается, были построены эти здания. Они одни из самых старых здесь в городе, в Парнауле. Именно поэтому они меня всегда интересовали. То есть, еще с самых ранних лет, когда я начинал заниматься городскими исследованиями, именно вот эта территория, одна из самых старых, таких знаковых для нашего города, являлась также для меня одной из самых интересующих меня. – Тысячу фотографий, сотни прогулок по спичке и другим интересным местам города. И даже когда Евгений Кученев не держит в руках профессиональную технику, старается запечатлеть старину на мобильный телефон. Страсть к фотографии появилась у него больше 15 лет назад. Сыграла роль железная дорога. – Как у любого ребенка в детстве всегда есть мечта кем-то стать. Вот у меня так получилось, что в детстве хотелось стать железнодорожником, кому там водить поезда. Мне всегда почему-то вот эта романтика прельщала, казалось это чем-то таким, ну, необычным. Какая-то необычная профессия – водить длинные поезда. Как только у меня появился фотоаппарат, это случилось в начале нулевых годов, естественно, захотелось это все, вот свое увлечение, как-то фотодокументировать, то есть, вот, запечатлеть для себя, да, чтобы вот помнить это все, знать. Первая городская электростанция – Кожевинный завод, дом Лесневского. За 15 лет исторический Барнаул исхожен вдоль и поперек. Исследователь отмечает, что с каждым годом мест, где можно отдохнуть глазом, и окунуться в прошлое становится меньше. Сносятся знаковые сооружения, такие как речной вокзал, допустим, ну, стадион, локомотив, ну, те же баки на Сахарова, хоть они и бесхозные были, но все-таки. И Барнаул лишается какой-то своей индивидуальности. То есть, то, что отличало его от других городов, какие-то уникальные сооружения. Та же спичка, любимая Евгением и множеством других горожан, все еще на реконструкции. А ведь барнаульцы много лет ждут ее возрождения. Город захватывают торговые центры и офисы. А мечта Евгения, по сути, банальна. Чтобы в нем сохранялась какая-то своя изюминка, да, какие-то привычные очертания, привычные облики. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.